Субтитры создавал DimaTorzok С каким настроением? Отлично! Боевым! Диман! 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 Хотя эта команда по мобилизации пришла внезапно, но мы были готовы к этому мероприятию всегда. Мы военные люди и мы готовимся к таким мероприятиям. Из-за этого мероприятие проходит в плановом режиме. Я даже не ожидал, что с таким наплывом и отношением наш народ пойдет выполнять свой воинский долг. А именно, много желающих добровольцев, не взирая на то, что еще даже не получили повесток, идут с оптимизмом, смотрят, хотят исполнить свой долг сами. И получается некоторых ребят, даже им сам говоришь, что ребятам, ну может не надо, вы же добровольцы, у вас вот возраст уже такой за 50 лет рядового состава. Но люди добровольно хотят идти и говорят, что все равно даже возраст такой, у меня опыта больше. Мы рассматриваем такие вопросы. Соответственно, если он специалист широкого профиля, ну к примеру, вот обратился ко мне рядовой запаса 54 года. Но водитель всех категорий, все категории у него открыты. Специалисты такие востребованы. Согласовали вопрос, соответственно, все оформили его и направили его. Статистика есть, вот плановые статистики, которые нам дают, мы уже даже перевыполняем план, да. То есть вот с сегодняшнего дня уже мы выполнили план и сейчас уже наши люди, призывники, идут уже в резерв области, субъекта. А тот уже будет субъект распоряжаться нашим резервом. Дальше ребята, после того, как они призваны, будут направлены в соответствующие воинские части формирователи, где с ними проведут соответствующие занятия. По окончании этих занятий будет, соответственно, проведено боевое слаживание подразделений. То есть это в составе офицеров, которые будут призываться в своих подразделениях. И после этого уйдут на выполнение своих задач. Провожая сына, сыну 43 года, служил в Чеченской войне, ветеран боевых действий. Повестку прислали, собрались, ждем, ждем, надеемся на все лучшее. Мы все родственники, приехали, провожаются. Я вторая мама, теща, с утра, со вчерашнего дня. Он у нас боец. Мы всегда думали, знали, что он никогда в стороне не останется. Каким бы ни был, как с вахтой с Москвы приехал. Мы ему много раз говорили, Алексей, давай в госпиталь, коленка болит. Он сказал, мам, никуда. Призовут, пойду первым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова